Добрый день, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мое выступление посвящено одному из моделей организации полято-медицинской помощи в регионах Российской Федерации. Таких моделей, я думаю, могут быть множество. Сколько регионов, столько моделей. И я хочу представить свою модель развития региональной системы полято-медицинской помощи, в частности, онкологическим пациентам. В федеральный закон 323 ФСЗ, который появился в 2011 году, был подписан, дал понятие полято-медицинской помощи, как подчеркивает комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболеваний в целях улучшения качества жизни неизлечимых больных граждан. То есть это комплекс медицинских вмешательств. В предыдущих докладах это было подчеркнуто, именно комплекс медицинских вмешательств при оказании полято-медицинской помощи. По нашему пониманию, то есть терминология полято-медицинской помощи можно понимать двояко. В узком смысле этого слова это обезболивание и уход, что обычно представлено в хосписах. И полято-медицинская помощь, в широком смысле этого слова, это и полято-медицинская операция, малоинвазивное вмешательство, полято-медицинская терапия у онкологических пациентов, гормонотерапия и так далее. В республике Татарстан 3 миллиона 800 тысяч человек населения, численность онкобольных 97, более 97 тысяч, и число больных нуждающихся полято-медицинской помощи среди онкологических пациентов, это более 6 тысяч человек. На сегодняшний день несколько городов республики, это город Казань и город Альметьевск, с Альметьевским районом покрыто оказанием комплексом полято-медицинской помощи, где можно круглосуточно получать полято-медицинскую помощь. Из истории полято-медицинской помощи нашей республики была организована именно онкологами, и в 1993 году было открыто первое отделение, которое является прототипом отделения полято-медицинской помощи. Как вы понимаете, в эти годы еще не было никакой регламентирующей законодательной базы для открытия каких-либо полято-медицинских отделений. И в 2013 году, после уже появления закона, на базе республиканского линьского онкологического диспансера было организовано отделение полято-медицинской помощи, которое имеет выездные бригады, и стационарная часть этой помощи. Как дальнейшее развитие полято-медицинской помощи в 2014 году была открыта первая очередь детского хосписа, это юридическое название у фонда Анжелы Вавиловой. В дальнейшем было открыто и взрослое отделение хосписа, где расположено, и где, вернее, лечатся больше больные, именно с злокачественного образования терминальной стадией. В 2015 году, как развитие полято-медицинской помощи, открыто отделение полято-медицинской помощи при третьем филиале онкологического диспансера в выездное отделение полято-медицинской помощи. Стационар онкологического диспансера с момента же создания выездной службы была организована и стационарная часть оказания полято-медицинской помощи. Вначале это было 55 койк, которые интегрированы в отделение общей онкологии. С прошлого года два отделения называются отделениями общей неотложной полято-медицинской онкологии, которые располагаются 105 койками. Также онкологический пациент терминальной стадии, как я уже говорил, лечится в 35 койках детского хосписа. Выездная служба полято-медицинской помощи оказывает услуги. На этом слайде представлено количество посещений. Это более 26 тысяч посещений и более 100 тысяч медицинских процедур, которые выполняются амбулаторно на дому. Об этом уже говорил. Стационарная полято-медицинская помощь оказывается в 105 койках. Они интегрированы в отделение онкологического диспансера, что позволяет применять все виды специализированного лечения при оказании медицинской помощи данной категории пациентов. То есть это позволяет реализовать именно комплекс медицинских мероприятий, которые должны получать больные терминальные стадии. Ежегодно получает такую помощь более тысячи пациентов. Здесь представлен состав бригады, которые обслуживают этих пациентов в круглосуточном режиме. За время существования отделения стационарной полято-медицинской помощи было госпитализировано более 10 тысяч пациентов. Как вы видите, еще раз подтверждающие, что это комплекс медицинских вмешательств, 59% пациентов были подвергнуты различным методам оперативных вмешательств, в том числе малоинвазивных и больших операций. Послеоперационная летальность в этой категории пациентов не очень большая, 12%. И за течение этого времени, с момента создания этой службы, снизилась одногодичная летальность пациентов этой категории. Показания госпитализации в стационаре явились в основном это кишечная проходимость, связанная с паечным процессом или обтурацией опухолевым процессом, болевой синдром, анемия, обструкция мочевыводящих путей и обструкция желчевыводящих путей. Хочу остановиться по вопросу финансирования полято-медицинской помощи. Если мы понимаем полято-медицинскую помощь как комплекс медицинских вмешательств, те деньги, которые выделены с регионального бюджета и федеральным законом определено, что финансирование полято-медицинской помощи идет с регионального бюджета, 1700 рублей в сутки, абсолютно недостаточно для оказания всего комплекса медицинских вмешательств. Поэтому пациента в нашей республике, который получает именно этот комплекс медицинских вмешательств стационария, получает за счет средств ОМС. В прошлом году в онкологическом диспансере открыто было отделение интервенционной радиологии, которое имеет в своем арсенале ангиограф, две рентгеновские установки с дугой, эндоскопические стойки и аппараты ультразвуковой диагностики. В отделении есть все возможности оказания малоинвазивной хирургии именно полято-медицинской у онкологических пациентов. Что они делают? Значит, при обструкции мочевыводящих путей выполнено более 600 манипуляций нефростамии через кожную, через песченочную холонгистамии 250 в год. Значит, тоже хемоэмболизация метастатических поражений печени, это тоже палеотивные пациенты, и эмболизация при кровотечениях. Выполнено палеотивных эмболизаций по поводу кровотечения в 7 пациентов. Это рак прямой кишки, рак шейки матки, рак верхней челюсти. Также выполнено профилактической селью перед радикальной опиацией эмболизацией сосудов сели по уменьшению или профилактике массивной кровопотери. Хемоэмболизация была произведена 23 за это время. Ну, часть диагностических ангиографий и профилактики лишений тромбозов. Еще раз возвращаясь к финансированию, значит, стоимость этих манипуляций, так как имеется дороговизна расходных материалов, они достаточно высоки, никак не покрываются той суммой, которая выделяется с регионального бюджета на одну койку 1700 рублей. Об этом говорил хоспис открыт в 2014 году, и у нас есть понимание, что хоспис и полиативные отделения это разные этапы оказания полиативной медицинской помощи. Если частью оказания полиативной медицинской помощи является территориальной поликлиники, где участковые врачи или врачи общей практики занимаются полиативной медицинской помощью, отделение, выездная служба полиативной медицинской помощи консультирует пациентов, выезжает, корригирует лечение. Отделение стационарное занимается именно комплексом медицинских вмешательств, и когда уже исчерпаны все возможности оказания медицинской помощи, пациент переводится в хоспис. И хочу сказать, что обратное развитие событий тоже возможно, хотя я такого нигде не видел, у пациентов, у которых развилось в хосписе какие-либо показания к хирургическим вмешательствам, они доставляются в онкологический диспансер для оказания этой помощи. Нами проведено анкетирование в 2015 году и каждый квартал 2016 года пациентов, получающих полиативной медицинской помощи. Пересчитывать не буду, здесь указано, какие симптомы у пациентов, это международная шкала анкетирования. И когда-то я говорил, что столько больных болевым синдромом не страдает. Оказывается, в самом деле, где-то 70-78% пациентов страдает болевым синдромом и нуждается именно лечение хронического болевого синдрома. Это не значит, что 70% пациентов только должны получать наркотические аналогетики. Это может быть и малоинвазивное вмешательство с целью устранения и снятия болевого синдрома. В этом году нами в региональном Минздраве представлена модель модернизации системы организации полиативной медицинской помощи, так как полиативная медицинская помощь на сегодняшний день в полном объеме получает только жители столицы нашей республики. Мы предложили разделить республику на три участка ответственности, которые будут расположены в Казани, на Бережных Челнах и в Альметьевске, где имеются высокотехнологичные медицинские центры, которые могут оказать весь комплекс медицинских вмешательств, включая малоинвазивную интервенционную радиологию и хирургию. Следующее – это создание кабинета полиативной медицинской помощи в районах республики. Она осложняется тем, что есть районы, которые имеют 10 и чуть более тысяч населения, которые согласно приказу 187Н не позволяют там ставить на ставку врача полиативной медицинской помощи. Поэтому мы предложили объединить несколько районов, оснастив их выездными бригадами для обслуживания всего этого района. В этих районах, где имеется менее 10 тысяч населения, загруженных с этих кабинетов, тоже будет ставиться под сомнение. Если в районе человек 10, только который нуждается в обезболивании полиативной медицинской помощи, этот кабинет просто надо будет простаивать. Поэтому мы считаем, что это такое объединение, оно оправданно. Подготовка кадров для полиативной медицинской помощи с момента сразу, как закон ступил силу, мы начали на кафедре онкологии, радиологии полиативной медицинской помощи нашей медицинской академии. За это время подготовлено более 350 врачей по программе 144 часа. Проблемы, как и везде, наверное, как в Российской Федерации, как и в регионах России, это, я о своем докладе уже говорил, это кадры, недостаток финансирования и при оказании полиативной медицинской помощи больным не онкологического профиля, это отсутствие регистра этих пациентов. Если канцер регистр еще позволяет выяснить, сколько больных нуждается обезболивание и нуждается полиативной медицинской помощи, не онкологических больных этот регистр, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует. Мы занимаемся созданием этого регистра. Спасибо за внимание. Продолжение следует...